Она молода, красива и амбициозна. Телевизионная актриса Радхика Мадан, дебютировавшая на экранах почти 10 лет назад с сериалом «Лишь ты, моя любимая», сегодня строит карьеру в Болливуде. Радхика появилась на свет 1 мая 1995 года в Нью-Дели. Дочь бизнесмена и художницы с юных лет была влюблена в танцы, изучала джаз, хип-хоп и балет и даже некоторое время работала инструктором-хореографом, прежде чем заняться актерским мастерством. Однажды, пролистывая Facebook, продюсер Экта Капур увидела выступление 19-летней Радхики и предложила ей сыграть главную роль в сериале «Лишь ты, моя любимая» в паре с Шакти Арророй. Сериал имел высокие рейтинги и не сходил с экранов телевизоров 2 года, но потом его популярность начала падать и на 446 серии проект пришлось закрыть. Параллельно со съемками Радхика участвовала в восьмом сезоне танцевального реалити-шоу «Танцы со звездами», однако ее взгляд был устремлен на большой экран. Она признается, что много раз безрезультатно проходила прослушивание. «Я пробовалась на роли в фильмах Лайла и Манжну, Оркестр заключенных, Студенты года 2. Студент вообще был дебютом моей мечты, но я как назло заболела накануне вечером», – вздыхает девушка. Актрисе пришлось полтора года ходить на прослушивание и просить роли в кино, несмотря на то, что она была популярной телеактрисой. Продюсеры, не стесняясь, говорили мне, что надо сделать операцию, исправить некоторые части тела. Они уверяли, что для того, чтобы попасть на большой экран, нужно иметь определенную форму носа, губ, иметь соответствующий размер и рост. На операцию я, конечно же, не согласилась, поэтому мой путь был нелегким. В 2018 году она, наконец, дебютировала в Болливуде с комедийной драмой Вишала Бхарадваджа «Фейерверк», за что получила широкое признание. В этом фильме она сыграла со звездой фильма «Борьба» Саней Мальхотрой. История двух вечно конфликтующих сестер нашла отклик в сердцах зрителей, а сама Радхика получила изрядное количество номинаций на престижные премии за лучший дебют. В том же году она была удостоена награды Starscreen Awards как самый многообещающий новичок. Мадан также сыграла в комедийном боевике «Человек, который не чувствует боли», который объездил несколько международных кинофестивалей и был отмечен наградами. Главную мужскую роль в нем исполнил сын актрисы Бхагешри Абхимандью Дасани. Еще Радхика успела поработать с Ирфаном Кханом в комедийной драме «Английский на среднем уровне». К сожалению, это был последний фильм Ирфана. Он скончался от рака буквально через полтора месяца после премьеры. Прокат этой ленты подкосила пандемия. По всей стране закрыли кинотеатры, поэтому судьба этой драмы была нерадостной. В 2021 году у актрисы вышла драма «Страсть. Путешествие за гранью любви» в паре с братом Вики Каушала Санни Каушалом. А в начале этого года на экранах появился криминальный боевик «Сволочи» с Арджуном Капуром. Сейчас юная красавица готовится к выходу совместного фильма с Акшаем Кумаром. Это будет хинди-ремейк, отмеченного национальными наградами тамильского фильма «Хвала храбрецам». Сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. Пока-пока.